всем привет ну что все думал думал что что какой ролик вам сегодня показать накопилось материальчик у но так как после прошлого ролика все там знакомые пишут спрашивает как бы чё как теперь ты ездишь органу большом ты на маленьком то есть наоборот я на больших колесах ольга на маленьких вот что за велик что за велик расскажи обещал покажи поэтому решил этот ролик я запустить вне очереди ну что велик суперский велик супер 100 весит порядка 8 килограмм предыдущий хозяин его сильно за кастомизировал а с ольгой как ездим сейчас ну если если едем куда-то по делам например на занятия она уезжает раньше я уезжаю и загоняю то есть она как бы является стимулом как морковка для ишака знаю что где-то перед носом маячит и пытаюсь ее догнать но в отличие от ишака у которого морковка на палке ольгу я четки догоняю то что касаемо езды на нем конечно разные абсолютно разные две вещи все хуже бронтон или шоссер их сравнивать вообще никак не можно бронтон он складной удобный быстрый но он больше про то чтобы сесть и получая удовольствие либо покататься там по городу по паркам ну либо если надо довольно таки быстро для складника на нем куда-нибудь пульнуть вот ездил по москве с такой же целью замерил скорость у меня средняя скорость по москве было 20 там что-то с копейками километров в час но для складника это более чем неплохо но в тот раз я очень сильно куда-то торопился то есть езда на бронтоне предполагает то что как обычно ты никуда не торопишься и с каким-то таким комфортом не спеша получая удовольствие обследуешь о прилегающие тебе пространство наслаждаешься природой погодой дорожками остановился попил кофейка и прочее ну а на шоссере же на шоссере же хочется встать и пульнуть и чем пульнуть быстрее тем она будет лучше даже как-то вот но когда никуда не надо с ольгой на одном уровне но со скоростью бронтона и ольги ездили ну вот даже медленно на нем ехать не особо комфортно не располагает к этому не поза такая специфическая для шоссеров и соответственно его динамика которые заложены в его конструкцию а посему повторюсь хочется как встать и как пульнуть на нем ну что я и делаю касаемо пуля не даже сам почувствовал что начинаю как-то терять вес потому что езжу постоянно употевший вот так что наверное посмотрим как что и дальше но что-то не охота мне тягать железо на спортгородка вот а так вот и стал себя полегче чувствовать и педали крутить полегче и по лесенке взбираться полегче ну вот единственное что для меня в этом велосипеде великовато немножечко рама ну хоть и не критично длинноватый шатуны но к этому как бы уже приспособился мышцы немножечко забиваются а может не забиваются а форму набирают черт его знает пока бронтон ремонтируется покатаемся и посмотрим после того как я говорил в ролике про поломку треугольника мы приехали на такси домой и отойдя от стресса полученного при поломке треугольника я лихорадочно начал соображать чтобы мне такое придумать для временной замены моего боевого верного ослика думал из двух скажем так категорий а либо взять самокат электрический исходя из тех соображений что тоже складной если надо там взял куда-то пульнул не нужен сложил куда-то поставил вот опять же если поехать там что-то для вас поснимать можно в ту же самую там электричку гостиницу и прочее не боясь того что что-то с ним там случится когда мы отвезем от него глаз ну правда тут в польше не особая такая криминальная ситуация вот по хищению транспортных средств личных но мало ли чё и второй вариант была мысль а взять себе либо гравиничек либо кто-нибудь туринг вот для чего но опять же чтобы потом впоследствии ольги взять аналогичное большеколесное там зверьё и вот по красивым местам кататься наслаждаться жизнью и делать контент но все-таки да не оставляет нас идей рано или поздно сесть на велики и отсюда с палатками и там всем причитающимся там для дальнобоя куда-нибудь все таки выехать там тоже там германия например или там нидерланды вот поэтому начал вот работать в этих двух направлениях самокат велик большеколесный ну самокаты по характеристикам тому что меня удовлетворит нашлись быстро составил там две или три модели пересмотрел характеристики отобрал себе тот который там 48 вольт вот не помню сколько миллиампер час но едет он со скоростью 40 километров в час и может проехать 45 километров ну там с моим весом ну на средней скорости но может быть не 45 но если даже он там проедет 30 то это уже хорошо за день можно поглядеть что-то поездить пофоткать поснимать вот ну и опять же складной батарейка села такси багаж дом вот это одно второе велике начал искать гравийники начал искать туринги ну я вам скажу так что вот из тех денег которые я готов был отдать за велосипед не было вообще ничего из большеколесных были в основном какие-то там мтбшные дела какие-то там бы мы иксерские дела какие-то там городские дела но они больше тянули на а шамбайки опять же эти вилки там такие как моя нога толщиной вот соответственно не те рама которые я хочу соответственно не тот обвес но в общем я и скапризничал ся настолько то что уже все начал договариваться с человеком чтобы ехать покупать самокат потом меня осенило чё бы мне не поменять скажем так критерии поиска полез опять ойл икс аллегра и как ни странно тут на фейсбуке тоже магазины хорошо работают полезно фейсбук и вот это чудо каким-то чудом я нарвался вот на это чудо чудо как вы видите имеет название фондрист что это за фирма это фирма итальянская основанная бывшим гонщиком маурицио фондристом маурицио фондрист был профессиональным гонщиком какие-то там кучу медалей призов и прочее прочее не буду вдаваться в подробности но явно этот человек знает о чем идет речь и какой должен быть велосипед когда основу эту компанию в итоге приглянулся мне вот этот вот красавец списавшись и созвонившись с хозяином договорились о встрече приехали ну все как я его увидел понял как обычно это бывает эта вещь моя оттуда так на нем и уехал значит ну что здесь у этого велосипеда есть у велосипеда интересной формы алюминиевая рама вся расписанная львами орлами и какими-то лицами в итальянском стиле но также надпись фондрист и соответственно что это за моделька моделька это его сад внутри треугольник рамы тоже видим оформление с сайтом производителя ну и опять орлы лица орлы лица лица орлы и два места под крепления фляжа чик фляжа чик либо там какого-то инструменте к но в общем они есть дальше что тут есть примечательного примечательные тут передняя вилка из карбона у нас стоит и задний треугольник из карбона очень кстати неплохо очень они неплохо отыгрывают всякие кочки и неровности дороги пойдем далее руль руль здесь тоже стоит алюминиевый пока пока алюминиевый я так думаю что это кандидат на замену на карбон я еще не придумал какой также кандидатом на карбоновую замену является и вынос рулевые какие здесь стоят акцент про series идем дальше на руле у нас тут тормозные ручки очень удобные здесь мягенькие такие вот они карбоновые тормоза как карбоновые шифтеры это у нас компаньола рекорд титаниум передние тормоза тоже компаньола рекорд титаниум серии задние тормоза из этой же серии компаньола рекорд титаниум для того чтобы не отходить от слов компаньола переклюк здесь тоже стоит половина карбоновый половина титаниум тоже компаньола рекорд титаниум ну да втулки я еще не дошел я там не знаю что стоит но вряд ли с таким подходом к кастомизации велосипеда там стоит что-то такое из ашана далее колеса у нас тут стоят full chrome racing единичка хорошие колесики максимально легкие максимально крепкие ну и к этим колесиком соответственно прилагаются соответствующие втулочки кроме интересных тут этих втулочек с очень хорошим накатом и бесшумных есть еще аэроспицы аэроспицы меня тоже порадовали то есть колеса прям бомбически передний переклюк тут стоит у нас шимана дю рейс но бывший хозяин обещал мне подкинуть компаньолу потому что я забыл спросить ее во время нашей встречи кассета 10 скоростная тут стоит неизвестно какая чья но хорошая впереди две звездочки тоже из состава компаньола рекорд титаниум ну и топталочки я переставил со своего боевого ослика пока они ему не нужны стоят в уголке разобранный и ждет треугольника покрышечки швальбы дюрана тоже неплохие накат хороший подседельный штырь алюминиевый но скорее всего это тоже будет верным кандидатом на замену на карбон вот прикупил сюда две лампочки чтобы меня нечаянно не сбили и катаюсь сидушечка сидушечка тут вуэлта кожаная мягенькая такая легенькая прошитая ну я бы хотел сюда поставить свой брукс вот может быть так и сделаю ну пока не знаю но вот синяя сидушка с золотой вышивкой сюда подходит прям ну хорошо велик легкий ну по весу весов у меня нет по весу килограмм 8 я так думаю ну не знаю плюс-минус скажем так 300 грамм летает супер переключает супер спрашивали что я буду делать с этим велосипедом когда отремонтируется мой ослик а ничего я так думаю что я оставлю его себе так как велосипедов много не бывает захотелось куда-нибудь пульнуть сел пульнул захотелось поездить покататься поотдыхать поснимать что-либо сел на бронтон поехал опять же возникает такой небольшой нюанс имеешь шоссер не поедешь на нем по лесу и по внедорожью вот поэтому тема опять же гравийника либо там туринга остается блин открытая да но мы ее решим опять же какому я решению приду здесь вот я говорю немного мне великовата рама и немного великоваты шатуны но вот сами понимаете раму я никак не укорочу вот шатуны укоротить можно но я этого делать не буду ну как укоротить можно купить новый вот новый шатуны я сюда покупать не хочу ибо тут все в комплекте все подходит и что-то менять такое ну вот кроме конечно там руля выноса и подсидела я не собираюсь ибо тут все стоит на своих местах и велик будет капризничать если я в него что-то буду отнимать то есть вот неизвестно что какова судьба этого велосипеда будет лично у меня может быть может быть найду себе подходящий гревел либо там туринг и решусь его продать вот в случае если решусь опять же отправлю в Москву где у меня с удовольствием он уйдет ну что с великом я вас снова познакомил на вопросы которые вызвал предыдущий ролик я думаю ответил на все если не на все пишите вопросы к этому ролику отвечу с радостью за всем спасибо за просмотр и всем пока удачи удачи